МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боевого единоборства ММА Денис Григорьев и чемпион мира по смешанному боевому единоборству ММА Шамиль Абдулаев. Уважаемые гости, добрый вечер. Прежде чем начать беседу, предлагаю вам посмотреть короткий ролик о предыдущей битве чемпионов 7 в прошлом году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Итак, Рамиль Габируфович, первый вопрос к вам. Почему именно Владивосток? Насколько я понимаю, обычное место проведения этих соревнований – это Москва. Почему выбрали наш регион? Да, вы знаете, традиционно все семь битв проходили в городе Москве. Но в этом году решением президиума Российского Союза боевых искусств было принято решение о проведении битвы чемпионов 8 в городе Владивостоке. Здесь много факторов. Наверное, одно из важных, то, что руководителем Российского Союза боевых искусств является Юрий Петрович Трутьев и Сергей Владимирович Киренко. Он повлиял, Трутьев повлиял на переезд сюда, да? Ну, скажу, да. А вы с инфраструктурой знакомы, с ареной, где это все будет проходить? Вообще соответствует это тому уровню, который заявлен? Ну, арена, я считаю, что она одна из самых лучших в России. Она новая, универсальная. И я скажу, что по вместимости около, я сейчас не соврать бы... Пять с половиной тысяч зрителей? Пять с половиной, но в нашем случае с партером около семи тысяч зрителей. Вот, даже более, может быть. И то, что не секрет, я скажу, что ребята не дадут соврать, что Дальний Восток тоже является одной из больших таких кузнец, чемпионов именно по боевым искусствам. И у вас в Приморском крае, и в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке много ребят, которые увлекаются боевыми искусствами. И не только в России выступают успешно, так и выступают на мировых аренах. Денис Саныч, от вашей федерации кого представляете? Сколько участников? От федерации ВВИ Приморского края у нас будет выступать, драться Шамиль Абдулаев. Чемпион мира, чемпион России. То есть, и он будет встречаться с казахстанцем, Дауреном Ирмековым. У них уже должна была быть встреча на чемпионате мира в финале. Но так как Даурен был травмирован, Шамилю присудили победу в финале. И вот сейчас вот решили организовать этот бой. Все две стороны согласны. Я думаю, бой должен быть интересным. Шамиль, а вы своего соперника знаете? Знакомы с ним? Еще когда я только начинал заниматься ММО, я помню, он принимал участие в турнире М1 Файтер. Тогда. И дошел до финала тоже. А вы с ним встречались, то есть, уже? Нет, я с ним не встречался, просто был знаком, знал, что есть такой боец. Прогноз можете сделать на поединок? Или спортсмены не делают прогнозы? Ну, это такой вид спорта, где прогноз лучше не делать. Один удар может решить все. Одно болевое действие какое-нибудь, и все может закончиться. А вы к этому поединку, к этому турниру готовились специально или просто в потоковом тренировочном режиме? Нет, в потоковом режиме я бы готовился. Просто у меня была травма в июле. И начал подготовку только в августе со сборной России в Крыму проходил 10-дневный сбор. Далее я поехал в Санкт-Петербург к друзьям и готовился там уже три недели. Рамиль, скажите, а вы рассчитываете собрать полные трибуны? Я думаю, что да. Дело в том, что сейчас уже прошли несколько совещаний, и много заявок поступают от тех спортивных секций, которых не все получили. Дело в том, что билеты распространяются по спортивным школам, в учебных заведениях, в социальных объектах, а вот так же и в кассах города. А вот скажите, битва чемпионов, на нее можно приходить семьям, женщинам, с детьми? Нужно. Это вот зрелищное шоу или это просто мероприятие для специалистов, экспертов единоборств? Я вам скажу, что извечный вопрос всегда и, наверное, во все поколения будут, чем все-таки людям заниматься, какой вид спорта или какое боевое искусство самое хорошее. На это ответ, наверное, вот в этой битве и заложен. Что именно показать разные стили и разные федерации по разным правилам. Но суть во всех боевых искусствах, она одна – это воспитание. Вот воспитание человека через тренировки, вот ежедневные, шаг за шагом, человек воспитывается не только физически, но и духовно, но через физическое воспитание. И основа вот этого всего, вот, если уж совсем по-простому сказать, это уважение. Вот если человек ежедневно занимается самосовершенствованием, а вот воспитывает в себе уважение ко всему, с чем он соприкасается, этот человек будет успешный во всем. – Шамиль, а ММА – это все-таки смешанное единоборство, а у вас базовое какое-то боевое искусство есть? – Базовое. С шести лет я начал ходить на вольную борьбу, 10 лет уделил ей внимание. И далее, как бы, по наставлению отца я поступил в университет Санкт-Петербургский инженерный. И там уже занимался, начал заниматься единоборствами, так как перспективы вольной борьбы там не было. Вот, там был ее рукопаш, там был универсальный по шести видам, как бы, я выступал, двух выполнил международников, двух мастеров спорта. И, как бы, по приезду во Владивосток уже, по окончанию учебы, вот, соединил все это, и, как бы, вышло все в ММА, получилось. – Вы ведь еще и чемпион России, если не ошибаюсь. – Да. – Игорь Александрович, а по зрелищности, вот, для вас лично, для как специалиста в этой области, есть предпочтения по каким-то единоборствам? – Вот, для вас, что, 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 что… – Мне кажется, единоборства подобраны так, что там они, в принципе, все достаточно будут яркие. И видно это по соперникам, как подбирались соперниками, и по видам спорта. Я думаю, каждое единоборство есть своя изюминка, и судей, что лучше, что хуже, я думаю, будет все интересно. Потому что лучшие приехали. – Что с судейством? Кто будет обеспечивать арбитраж? – Ну, судьи, знаете, самые, наверное, квалифицированные. – Мы совместно с федерациями всероссийскими, вот, и также федерация через свои международные, не только будут судьи, присутствуют только российские. Вот, в тех боях, где есть у нас титулы, вот, есть и иностранные судьи. В федерации Кудо, в федерации кикбоксинга присутствуют иностранные судьи, что не так, что, знаете, вот мы проводим соревнования, и наши судьи, и наши, всего наше нет. Вот, что, ну, как говорится, чтобы все было по-честному. – А состав участников из каких стран вообще приедут к нам сюда гости? – У нас стран будет семь, вот, это Испания, Япония, Корея, Китай, Казахстан, и, наверное, все, все, Украина. – А у вас не было мысли провести в битве чемпионов 8 еще и женскую пару? Ведь в Беллатории есть, в UFC, если не ошибаюсь, мысли-то не было. – У нас, знаете, направленность не в том, чтобы, знаете, Беллатор, они все направлены на то, чтобы, это коммерция, вот, бизнес, заработать и показать все это. А у нас немножко направление, немножко другая сторона, если есть, в каждой медали есть одна и другая сторона. У нас именно показать вторую часть, вот, именно ту красоту, именно то, что несет боевое искусство в себе, вот, философию, вот, именно ту красоту, воспитание, именно дух, дух вот этого вида. – Виды единоборств можете перечислить, по которым будут проходить поединки? – Да, конечно, это джиу-джитсу, это кудо, это самбо, это ушу, будут, как ушу-санда, и будут показательные выступления, айкидо будут показательные выступления, кюк-синькай, карате, тайский бокс, кикбоксинг и самбо. – Денис Александрович, вы ведь еще параллельно и председатель федерации по кудо краевой, бойца по кудо Приморского, почему не выставили своего? – Нет, почему не выставили? У нас будет драться чемпион мира Гига Манавазян, и он встретится с японским спортсменом, японский спортсмен-призер первенства мира, и два раза выиграл чемпионат Японии. – Есть ли какие-то кардинальные изменения в правилах по сравнению с прошлой битвой чемпионов? Все будет по стандартным рамкам проходить? – У нас, знаете, битва чемпионов проходит в двух форматах. Россия против мира, и школа против школы. – В прошлом году был формат, это, знаете, проводится школа против школы в таком формате. – Два варианта правил. В одном варианте по правилам, так называемым, как проводится К1, с ударной техникой, без бросков. – И второй – это как наподобие ММА, с бросками, болевыми, удушающими. И каждая школа выбирает соперников. – К примеру, кикбокс с федерацией тайского бокса, самбо с федерацией джиу-джитсу. Каждый выставляет своего спортсмена, и по таким единым правилам проводится 8-10 боев. – Вы в битве чемпионов выделяете какой-то отдельный, самый главный поединок? – Ну, я вам скажу, знаете, здесь, наверное, все бои самые главные. Дело в том, что вот как с нашей стороны ребята выступают, они чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы России. – У нас и сборная мира, она тоже так же представлена. Там ниже, наверное, чемпиона страны нет. Каждый чемпион своей страны, Европы, мира. – Все известные ребята в мире боевых искусств и те, кто занимаются в секциях, они всех их знают в лицо, потому что видели по телевизору, на сайтах и в интернете все это просматривали по несколько раз. А вживую они увидят вот это все в зале. Плюс у нас, знаете, проводились и проводятся мастер-классы теми мастерами, которые приехали сюда выступать. – Это вот сопутствующая часть битвы чемпионов, кроме самих поединок. – Социальная просьба с нашей стороны, чтобы они посетили спортивные школы, провели мастер-классы и рассказали ребятам, как они пришли в боевое искусство и что им дало в жизни, как помогло в учебе, в работе и так далее в жизни. – Это до турнира? – До турнира, естественно. – Евгений Александрович, почему у нас в Приморском крае ММА вдруг стал набирать такую популярность? Вы связываете это с интернетом, с телевизионными трансляциями или с чем-то другим? – Ну, ММА на самом деле он уже популярный во всем мире, я думаю, да. Из-за чего-то этого, когда еще сделали вид спорта три года назад, соответственно, у ребят появилась возможность выступать в официальных турнирах, получать мастеров спорта, разряды. То есть стало поинтереснее и, соответственно, когда открыли Федерацию, провели первый чемпионат, на ровных участников достаточно много было. Ну и благодаря нашим спортсменам Шамилю и другим ребятам, которые выступают за наш край, несут наш флаг, показывают результаты. Все это в совокупности и, я думаю, набирает популярность. Ну и еще самая универсальность этого вида спорта. То есть можно делать практически все. Это тоже привлекает спортсменов. – А вот по вашим ощущениям, как руководителя Федерации, родители стали больше вести детей или уже взрослые люди сами больше не будут тренироваться? – Со следующего года мы только с детьми сможем работать. У нас по правилам только признал Минспорт. Со следующего года мы сможем официально проводить первенство и набирать детей в школу Дюс-Уша до занятий ММА. – С какого возраста? – С 12 лет может спортсмен наступать. А набирать может с 7 лет. А официально участвовать в соревнованиях только с 12 лет. – Ну до 12 лет, наверное, там физподготовку можно... – Там больше у них идет акробатика, идет за основу. Конечно, там без ударов просто больше уделяется борьбе. – Рамиль, скажите, а возрастные ограничения для участников вот этого турнира ставились какие-то? – Нет возрастных, нет. Это обязательно условия действующие спортсмены, которые в своих федерациях сборная России. Вот я немножко, вот о чем вы говорили, немножко дам разъяснение. У нас в России, знаете, во всех видах разрешено в таких ударных, ударных, бросковых с 12 лет. До 12 лет обычно родители отдают плавание, общеразвивающее, гимнастика, акробатика. А вот с 12 лет уже набираются в секциях и официально можно выступать на соревнованиях. – А как же бокс до 12 лет? Куда мальчишки раньше 12 лет? – Они, знаете, салили по улицам. – Соревнований нет, но тренироваться можно. – Это на усмотрение, конечно, тренера, как у нас с ним работают. – Дело в том, что, знаете, учебно-тренировочный процесс, он так там распределен, что именно к 12 годам уже подводят, чтобы человек мог официально выступать. – Давайте сейчас недолго прервемся, у нас короткий рекламный блок, потом продолжим. Соревнований нет. Продолжение следует...